Знакомый, увы, путь. Маршрутка до привоза, потом мимо вокзала на конечную остановку 18-го. Полиция по всему ходу движения. Правда, местами установили сетчатую ограду. Правильно. А то в прошлый раз, несмотря на оцепление, утверждали о заминировании. Железный забор, фотографии сожженных, цветы, тишина. Правда, иногда взрываются шумными монологами, но тут же появляются полицейские переговорщики. Психологи. Гасят громких. Одесса, 2 мая 2018-го, 4 года после трагедии. И здесь, на Куликовом поле, и там, на Греческой площади, поминают ушедших навечно. Четыре года Одесса разделена. И как по мнению, только потому, что у разных людей разные взгляды, в том числе идеологические. До 2014-го в Южной Пальмире голосовали и за регионалов, и за Батьевщину, и за свободу. Нормально. Никто не бросался друг на друга с вилами на перерез. Не устраивал побоищ. Даже объединялись, когда избирательные комиссии оглашали цифры голосования. Почему-то все хором, и победители, и проигравшие, шумели о подтасовке результатов. Переходя от одной группы к другой, слушая разговоры одесситов, я поймал себя на мысленном переворачивании страниц романа Федора Михайловича Достоевского «Бесы». Пришел домой, открыл книгу и нашел один из монологов Петра Верховенского. Это он говорит об еще одном герое романа «Жигалеве». У него хорошо в тетради, у него шпионство, у него каждый член общества смотрит один за другим и обязан доносом. Каждый принадлежит всем, а все каждому. Все рабы и в рабстве равны. В крайних случаях колевета и убийство, а главное равенство. Первым делом понижается уровень образования, наук и талантов. Высокий уровень науки и талантов доступен только высшим способностям. Не надо высших способностей. Цицеронов отрезывается язык. Копельнику выкалываются глаза. Шекспир побивается каменями. Вот жигалевщина. Рабы должны быть равны. Без деспотизма не бывало ни свободы, ни равенства. Но в стадии должно быть равенство. И вот жигалевщина. И еще. Не надо образования. Довольно науки. И без науки хватит материалу на тысячу лет. Но надо устроиться послушанию. В мире одного только не достает. Послушание. Мне ответят. Достоевский умышленно заостряет ситуацию. А я скажу. На то и существуют гении, чтобы приведить будущую остроту будущих исторических моментов. Эти конфликты прогнозируемые, если мы не желаем их видеть, чувствовать их приближение, а потом оказаться в самом центре схватки. И здесь не столь важны идеологические воззрения, сколько осознание человеческого достоинства. Пожалуй, самого сложного чувства, возникающего у человека разумного. Не каждый рискнет дать тему пробудиться себе любимым. Четыре года город ждет, когда суд определит виновных и правых. Не потому, что жаждет мести. Жаждет увидеть справедливость. Ибо и достоинство, и справедливость не могут существовать друг без друга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова